я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 17 сегодня у нас поздняя весна это май и мы с сергеем такой небольшой фермерский совет организовали стали с утра пораньше нам конечно же не спится нам охота поработать и решили раз у нас есть много тракторов есть много сельхозтехники а также много сил и денег то мы решили завести себе овец то есть завести себе мороку которую будем морочиться всю весну и все лето до жнив же все поля засеяны собственно делать больше нечего поэтому будем возиться с овцами ну и в общем то мы также решили о том что будем продавать вот этот прицеп он конечно классный он просто отличный но он уже свое отжил купим что-нибудь получше тем более деньги есть и желательно в цвет нашему новенькому трактору штейру также нам придется приобрести еще и волковую жатку косилки есть собственно я погнал сейчас тогда за этим добром вот и будем приступать к работе сергей сейчас продаст есть у нас семён там он в сарае сергей продаст этот прицеп старый наш ну и в общем-то будем работать свое удовольствие посмотрим сейчас на смотрите какие просто прекрасные всходы какая красота это же по моему у нас что подсолнух да это подсолнухи они уже скоро цвести будут еще месяцок какой-то и зацветут сюда бы улеп перетащить перевести мы бы еще и мед получали но у нас в принципе чего вы не так и далеко от полей поэтому они найдут наверное смотрите там он где-то канола цветет тоже есть что им найти на что полететь опылять и мед у нас канал канола с подсолнечник липа луговые травы в общем все в одном 10 в одном супер полезный и супер вкусный вот ну и будут еще и овечки посмотрели мы по ценам на шерсть и были приятно удивлены этой цене ну и решили что мы вложим мы там 100 тысяч до в новый прицеп до волковую жадку ну и тысяч наверное 300 вложим самих овец зато же будем потом огребать денег немерено на шерсти потому что на том то ли 3000 стоит один поддон представляете себе я вот тоже так посчитали и решили что мы все равно сейчас почти ничего не делаем отдыхаем ну так это же работа в кайф считай у нас будет так приехали смотрим нам нужна волковая жадка волковую жадку мы решили взять кун г 95 31 которая 9 метров берем берем и при том просто мы и покупаем не в аренду там в какую-то или еще что просто покупаем дальше нам нужен прицеп толковый грузовые прицепы я решил взять там мы в общем-то решили на совете вот можно было бы взять вот этот который побольше 50000 литров но мне понравился олели до или ливи или как это в общем тига xr 75d который 42 не намного меньше но он в цвет нашего трактора а у нас же гламурное фермерское хозяйство разве нет помните мы там с вами гламурный покупали груз на трактор и вот с этого весь гламур у нас и пойдет теперь все будем брать гламурное трактор немножко конечно не гламурный получился но какой получился так наверное я не смогу да за один раз отвезти до вперед она-то подцепиться но она не поедет скорее всего ладно приедем заберем в общем сейчас мы не оценим всего гламура белокрасного но когда я приеду на базу и мы подцепимся к нашему штейру то вы зацените сто процентов может там слушайте может здесь есть крепление нет к сожалению какого-то дополнительного крепления нету и наверное это правильно потому что мы же будем выбрасывать ага говорит сервера сервер говорит сергей что заберет отлично мы же будем выгружать траву и наверное чтобы ничего не мешало ему поэтому этой выгрузки нету подцепляемого вот этого устройства нету серьги он вижу ага классный конечно трактор мне нравится с этими сдвоенными колесами проходимый по нашим-то лужам проходимый везде проедет короче говоря интересно было бы попробовать помните этот дойтс когда я ехал с плугом на поле по моему на одиннадцатом поле у нас там лужа большая и с плугом трактор к сожалению не тянет застрял пришлось плуг поднять отъехать немножко и потом дальше пахать вот интересно было бы попробовать что с этими двойными колесами проехал бы он по этой лужи или нет она находится вон там где-то это было бы здорово посмотреть но не охота сейчас мазать да и там у нас ростки растут я думаю что возможно мы еще там как-то проверим хотя раз в четыре года пахота к тому времени уже все забудется что там где что мы хотели возможно мы уже десятки миллионов заработаем или сотни сотни да так ладно ставим где-то прицеп здесь потому что нам собственно говоря отсюда сейчас мы будем выезжать я вымою трактор мы перецепим все туда куда нужно все так как нужно и поедем потихоньку будем работать сейчас пол седьмого утра можно кофе еще выпить не все же прям бежать работать не села не впала не толком не выспавшиеся кофе не попившие но это же совсем другое дело смотрите на этого красавца по моему вот такие вот такую вот технику которая уже сейчас вот что легковые автомобили что трактора грузовики но их нужно фоткать это почти как произведение искусства но по моему да смотрите сколько здесь труда вложено сколько здесь дизайнерской мысли вложено какая это технологичная машина сама по себе вот этот трактор например но не только этот как я сказал что многое сейчас что это нужно фоткать постеры где-то цеплять везде вместо этих там полуобнаженных теток каких-то да вот что нужно фотографировать и на что молиться вот разве вы не согласны так где-то здесь было да или должна была быть или может быть она на лугу вот я точно не помню потому как я последний на лугу ага на лугу хорошо косилка у нас на лугу то есть мы просто можем ехать туда и там уже все все начинать делать нам еще понадобится бочка вот но бочку мы решили что немножко попозже вот к этому трактору она будет цепляться и трактор будет с этой бочкой постоянно туда-сюда ездить в общем как-то как-то так это будет вот смотрите да вот он гламур сельскохозяйственный ага давай ешай так я цепляю волковую жадку впереди потом подъезжаем цепляем косилки и начинаем работать так куда-то куда-то поехал по моему там наверное да сергей сейчас посмотрим ака вон вижу так а если по карте сориентироваться то в общем то что мы едем ага мы едем на четвертый луг на котором берем косилку и возвращаемся можем там начать косить можем косить у овечника я бы предложил бы косить наверное у овечника да там рядом не нужно будет далеко куда-то ездить особо вот наш навес который зарабатывает денежку пускай немного но по крайней мере на амортизацию техники будет так где-то здесь должен находиться ага вижу одновременно и на пчел посмотрим летают мед делают смотрите какая густая трава вот это травы будет так это тоже поднимаем все поднимаем смотрим на этого монстра смотрите вот реально монстр какой-то так передняя поднята или нет вот теперь поднята можем еще и сложить и наверное это будет лучше потому как не проедем все таки восемь метров восемь с половиной вот здесь конечно не достигается этот пресловутый сельский гламур но все же тут нужен был бы красный трактор да красный с желтым или просто красным то было бы конечно уж слишком гламурно уж слишком гламурно и гостограм и вот 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 и вот ev какие-вы вот Estamos сейчас Тут где-то за старыми фермами, за этим, за недбанным сельцом таким, здесь находится овечник. Откровенно говоря, я на нем был буквально мельком и как-то не очень-то обратил на него внимание. Все больше смотрел на коров, потому что мы привыкли коров обхаживать и как-то меньше на овец. Оказывается, в данном случае овцы все-таки лучше. С ними меньше, так скажем, возни будет. Раскладываем. Опускаем. Я сейчас буквально делаю круг, смотрю как это все работает и потом пересаживается сюда Сергей и начинаем работу. Интересно, все включилось или нет. По идее, должно все включиться. Так. Опускаем. Включаем. Ага, все да не все, да? У нас еще вот что включилось. Все, теперь уже все включено. All inclusive. Прям настоящий, как в турецких отелях. Вот это я понимаю техника. Это вам не тот прицепчик старый с бабой Маней, которая там бедная в путе чела забрасывала, бежала за трактором и забрасывала вилами. Баба Клава, баба Маня, баба Ефросинья, баба Явдоха, ну и так далее. В общем, такая вот престарелая женская команда. Наконец-то теперь они отдохнут, вздохнут так свободно и скажут спасибо тебе, а то уже кости наши старые. Уже и ломят, уже и... Ага, тут заборчик, понял. Это у нас не лук, это у нас для овец пастбище. В общем, кости старые, ихние, уже теперь будут отдыхать. Вместо бабушек работают новые технологии. Осталось дождаться, когда будут вот что-то типа, знаете, роботов-пылесосов сейчас есть. Многие себе покупают квартиры роботов-пылесосов, которые постоянно ездят, жужжат там что-то и чистоту наводят. Ну вот осталось дождаться нам таких тракторов, которые смогут самостоятельно все делать сами. А почему бы и нет, да, собственно? Определенный круг работ есть. Есть поля, на которых нужно это делать. В общем-то это шаблон. Тут даже особого искусственного интеллекта не нужно. Вот этот трактор работает по шаблону. К нему прицеплены какие-то вот эти вот, да, сельхозинструменты. Он ездит и косит. Почему это не сделать? По-моему, это не так уже и сложно должно быть. И тогда нам останется только отдыхать с вами. Больше ничего не делать. Исключительно отдых. Так, хорошо. Погнали. Погнали. Пересаживаемся и слышим тишину. Ха-ха. Тишину. Звукоизоляция на высоте. Сейчас собираем полный прицеп. У нас там 45, да, говорили мы? 44, по-моему, тонны. Максимальное количество. И я еду, покупаю овец. И тут же будем их начинать кормить травой. Свежей, скошенной. Только-только слуга. Еще молодой, потому что у нас май на улице. Ну и тогда мотанену купим бочку. На оставшиеся деньги гулять так гулять, да? Вот. Не то, что прогуляли полмиллиона, а пустили в дело. Которая будет приносить нам еще больше. Так как здесь нету возможности, скажем, положить в банк. Ну, в банке сколько там? 3%, по-моему. Вот в швейцарских банках там даже, по-моему, меньше, чем 3% дают на вклад на ваш. По-моему, там 1 или даже 2. Ну, не буду врать. От 1 до 3, короче говоря. И вот представьте себе. То ли вложить в какое-то дело и получать там 10-15%, то ли 1. Пускай даже 3. Несоизмеримые. Конечно, можно прогореть. Но банки тоже не вечные. Кто бы мог подумать, что, например, тот американский банк, по-моему, какой там, Морган Стэнли или какой, навернулся, когда там был вот этот дефолт. Никто не мог этого подумать. Так, как нам лучше туда проникнуть? Сейчас давайте посмотрим. Как нам лучше проехать на овечник, чтобы вроде бы как и не вытоптать, да, и не ездить по чужим полям там и так далее. Может, как-то вот он, этот овечник. Может, как-то вот так, да, с той стороны. Давайте проедемся, посмотрим. Если там хоть какая-то дорога, там, вон, я вижу, грунтовочка какая-то идет. На что это за грунтовка? Мы сейчас с вами узреем или застрянем. Что-то одно из двух. На таком тракторе не застрянем, да? Нет, эта грунтовочка идет просто на поле, да? Ну ладно, придется поехать по полю. Или около поля. У нас колеса широкие, поэтому урожай не приминается. Все. Я нашел в себе оправдание, поэтому можем спокойно ехать. Тут, по-моему, даже где-то есть что-то типа дороги, да? Вот, смотрите. Вот он наш новый... Ну, как новый. Далеко, конечно, не новый этот овечник. Далеко. Но новое дело, так, наверное, лучше будет сказать. Это наше новое дело. В старом... На старой ферме. Так, вариант. Ага, вот. Вот здесь все у нас есть, да? Давайте смотреть. Поддоны шерстью сюда будут попадать. Дальше. Это, по-моему, тут... На какую кнопку тут открывается? Открывается. На какую-то... Вот, скорее всего, это у нас выгрузка. Есть такое подозрение. Это выгрузка травы. Да, поэтому трактор мы глушим пока. Посмотрим, что тут да как. Поэтому, да, вот какие-то цистерны, возможно, воду сюда будем лить. А также воду... Смотрите, есть водонапорная башня. Но, скорее всего, здесь... Это было бы слишком просто. Если бы мы прямо отсюда брали воду. Скорее всего, она где-то берется в другом месте. Тут, я не знаю. Тут я бы, конечно, свою овцу сюда бы не запустил. В эти... В эти овечники, которые буквально разваливаются уже на глазах. Так, ни стекол тебе нету. Смотрите, дыры везде. Хоть крыша целая. По-моему, целая, но такое. Оно целое, по-моему, недолго еще будет. Так, ладно. В любом случае, нам нужно сейчас поехать и закупиться бочкой. И также нужно купить самих овец. Вот мы видим, да, вверху. Мы видим, где мы можем купить. Вот и трактор пригодился. Овцы, я смотрел овцы по 5 тысяч. Плюс доставка. Каждая овцы там, по-моему, 200. Конечно, если покупать там сотню овец, то терять 20 тысяч как-то не с руки, да? Может быть, мы сейчас посмотрим. Может быть, мы еще приобретем и прицеп для перевозки. Смотря, конечно же, сколько он стоит, этот прицеп. Потому что перевозить это тоже заморочка, будь здоров. Сотню овец, это нужно 10 раз, наверное, мотаться. И потом свинок, как там? Если бы мы вдруг захотели свинок сделать, то придется вот этот прицеп покупать. Но здесь не очень-то понятно, как этих свинок продают. То ли приезжают закупщики и сразу их собирают у нас, то ли мы их должны вывозить сами на продажу. Если вывозить, то тогда, понятное дело, что прицеп нужен. Ладно, мы сейчас все узнаем. У местных вот расспросим. Смотрите, они тут все тоже знают, уже ходят. Вот выложили только недавно дорожку, видите? И вот они по этой дорожке, дорожке только и ходят, смотрите. По-моему, вот сейчас подходит к концу дорожки и назад. Оно. Да, видите? Они обхаживают новую дорожку. Говорят, смотрите, это в нашем-то селе. Это в нашем занюханном селе положили такую плитку. Давайте по ней гулять. И гуляют как по Бродвею. Так, вот тут товарищ, который нам, если вдруг что-то подскажет, я уверен. Здесь у нас коровки. А здесь у нас свинки. Да, или что тут? Или не свинки, или тоже коровки? Сейчас посмотрим. Да, это свинки. Вот, и где-то здесь... Да, что такое? Выгрузка, загрузка какая-то, да? Ага, это у нас продажа тюков, сена. А покупка-продажа овечек происходит, скорее всего, с этой стороны. Да. Ну, давайте смотреть, да, что мы можем. Вот овца. Купить. Продать. Плата всего. Вот, если купить одну. Плата 200 за перевозку. 5,360. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, сколько же прицепа для перевозки. Непонятно, сколько он вмещает, да? К сожалению, не написано, сколько здесь вместимость этого прицепа. Вот у этого явно больше. Но он и стоит, будь здоров. А здесь, скорее всего, десяток. Ну, может быть, максимум два десятка. То есть, 24 тысячи, а мы будем покупать меньше сотни. Да, мы 50 штук можем купить или около 60, чтобы еще немножко денег у нас осталось. И это будет 18 тысяч. И непонятно, будем ли мы брать еще или не будем. В общем, ладно. Берем просто овец сейчас. Посмотрим. Оставляем еще немножко денег. Сразу же визуально видим, да? Сколько мы платим за перевозку. И видим сумма, которая... Вот. Это что у нас? 50, да? 268 тысяч. Плата 10 тысяч за перевозку. Ну, брать, что ли? Давайте брать. И 50 тысяч у нас остается. На все про все. В общем, осталось теперь приобрести еще прицеп для воды. И можно начинать разводить, успешно разводить овец. Получать шерсть. Продавать и зарабатывать на этом просто неимоверно большие суммы денег. Вот. Но это все мы будем делать в следующих частях. Я на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok